Девятого октября в лицее номер 137 в торжественной обстановке состоялось вручение дипломов участникам тестовых испытаний. В сентябре этого года лицеисты приняли участие в Дне ГТО, выполнили нормативы и показали лучшие результаты среди старшеклассников Кировского округа. У нас в школе было движение, появилось достаточно недавно, порядка трех лет назад, называется Юнармия. Там ученики, студенты, лицеисты всех возрастов занимаются подготовкой физической, конкурсом строя песни, разборкой-сборкой автомата, и в том числе там есть ГТО. Поэтому я решил сдать его в этом году. Сегодня меня вручили диплом участника, но я обязательно досдам ГТО на золотой значок. Учащиеся этого учебного заведения с комплексом «Готов к труду и обороне» уже хорошо знакомы, ведь именно этот лицей стал одним из первых, кто поддержал проект ГТО в школы. Региональный оператор ГТО Владимир Савицкий также передал для вручения ученикам младших классов бронзовые, серебряные и золотые знаки. Мы в начале июня организовали на базе пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей, это начальные классы, непосредственно прием тестовых испытаний. Участвовали детки с первого по четвертой классы, участвовали довольно активно. Я так думаю, что им был, во-первых, интересен сам процесс тестовых испытаний, второе, то, что присутствовал посол ГТО, наш прославленный боксер, литератный липец, чемпион Алексей Кищенко, который также у нас является обладателем золотого знака ГТО. Он на своем личном примере сказал ребятам, как это все-таки сложно, но нужно. И детки довольно активно приняли участие, более 80 человек. Региональный оператор ГТО приглашает руководителей образовательных организаций, учителей физкультуры и учеников присоединиться ко всероссийскому комплексу ГТО, выполнить нормативы и получить свои первые знаки отличия.